Ну что, всем привет! Продолжаем посиделки в моей мастерской. В моей, в моей мастерской. И, как я уже обещал, сегодня будет видео про катушки. Я сразу решил подстраховаться, чтобы избежать комментариев, типа, вы там все зажрались, а вот раньше наши деды ловили Невской катушкой и нормально ловили, у меня Невская катушка здесь присутствует. И я ей, кстати, в прошлом году ловил в комплекте с стеклопластиковым спиннингом и даже поймал рыбу. Поэтому Невская катушка у меня есть, ловить я ей умею. Теперь перейдем к катушкам, которые чуть дороже, чем Невская катушка. Это две замечательных катушки, которые вы у меня тоже видели в видео. Обе катушки мультипликаторные и обе катушки крайне бюджетные. На тот момент, когда я их брал, они стоили примерно 2500 рублей каждая. Это Сианайт Ред Фокс и Сианайт Фалькон. Я бы никогда не завязал с этими катушками, если бы не Саша, который сказал мне, бери, я их отрегулирую, налажу, все сделаю, будешь ловить. Я взял, короче, Саша мне их перебрал, ну как, тюнингнул, смазал хорошими смазками. В эту катушку, в Фалькон, она на магнитных тормозах, он поставил мне поющий фрикцион. И что мы получаем в итоге? Мы получаем, что от 2500 рублей, которые стоила вот эта катушка, вот сейчас ее цена, по факту, равна стоимости того удилища, на котором она стоит. То есть она примерно сейчас стоит в районе 7000 рублей. И при всем при этом, ребят, ну я благодаря своим друзьям ловил разными мультипликаторными катушками, очень дорогими, средними. И все равно, вот несмотря на то, что эта катушка меня устраивает полностью, я прекрасно понимаю, что, ну да, это все-таки бюджетная катушка. То есть, конечно, катушки в другой ценовой категории, конечно, интереснее, вкуснее, лучше, качественнее. Я это все прекрасно понимаю. И, кстати, вот еще такой нюанс с этими катушками. Вот к этой катушке я смог приспособиться? Я ловлю, например, всю рыбалку, у меня может не быть ни одной бороды, ни одной перебежки. А вот к этой катушке я в итоге все равно не смог приспособиться. У меня все равно, как я не кручу настройки, то перебежка, то борода, то перебежка, то борода. Поэтому вот этой катушкой я практически не ловлю. И я вам больше скажу. Я брал у своих знакомых точно снасть с точно таким же фальконом, кидал. И я беру и понимаю, что вот мой фалькон уже сделанный. А я беру с нуля новый фалькон, и я понимаю, что, опять же, это разные катушки. То есть вся беда бюджетных катушек в том, что даже беря одну и ту же модель, вам может попасться катушка, которая довольно удачная, а может попасться катушка неудачная. То есть это беда бюджетных моделей. Ну, как-то так бывает. Поехали дальше. Следующая катушка, которая у нас на обзоре. Ну, не то, что в обзоре. Это катушка Косодака Абсолют Спорт. Меня под прошлым видео многие спрашивали, посоветую катушку для тяжелого джига. Бюджетную. Вот, ребята, я в прошлом году, летом, взял вот эту катушку Абсолют Спорт. Косодака Абсолют Спорт две с половиной тысячников. Двух с половиной тысячников. На нем сейчас стоит шнур Power Pro 023. Ребята, прошка 023 стоит на этой катушке. Этой катушкой я ловлю вот такой крупной резиной и очень тяжелым джигом. Вот второй сезон я не могу ее убить пока что. Вот я второй сезон ловлю этой катушкой. Но она железная. Она из железа сделана. Это типа, знаете, как Риуби Заубер, к примеру. Кто-то может скажет, ну, двух с половиной тысячник это мало. Лучше взять трехтысячник. Ребята, вот эта катушка двух с половиной тысячник весит 300 грамм. 300. Она весит больше, чем весит Shimano Twin Power 4000 15-го года. То есть вот эта катушка 300 грамм весит. Если брать трехтысячник, там просто вопрос, какой у вас спиннинг. То есть там может баланса не быть. Ну, тяжелый. Она будет очень тяжелой. Вот эта 300 грамм весит. Но вы знаете, вот честно скажу, каких-то проблем у меня с этой катушкой нет. Было несколько раз за сезон, когда у меня захлопывалась дужка. Но я грешу это на себя, потому что у меня сломанный палец вот здесь вот в костяшке. И я когда зажимаю, бывает неудачно прижимаю. И то ли она поворачивается как-то, защелкивается бывает дужка. Ну, да на таком шнуре 0,23-й прошке, это ничего страшного, у меня ничего не отстреливает. Так что вот эту катушку можно смело брать и пробовать как бюджетную под тяжелый джиг. Она стоит, я не знаю сколько сейчас, ну, в равен 6 тысяч она, наверное, стоит. Где-то так. В прошлом году она стоила 5 с чем-то. Далее поехали. А что далее? А далее на этом все. Катушки бюджетные у меня закончились. От слова совсем. У меня есть катушка в среднем бюджете. Это катушка Shimano Rarini. Кстати, очень хорошая катушечка. Прекрасно работает с тонкими шнурами. И я ее, кстати, раньше и гонял. Да и сейчас вот здесь намотан шнур. 0,5 PE. И она с ним прекрасно работает. Но у этой катушки есть один минус. Эта катушка с аббревиатурой C4+, ой, C4, а не C4+. И этой катушкой, даже несмотря на то, что у нее корпус в корпусе она 0,003, ей нельзя кидать больше 14 грамм приманки. Вот голого веса. Потому что иначе она вот все в ней начинает раздалбываться. И получается, что вроде бы у вас трехтысячник. А все это только под лайтовую ловлю. И я от нее не избавился только из-за того, что у нее есть запасная шпуля. Ну, во всяком случае, в том варианте, в каком у меня катушка эта. Она шла с одной запасной еще шпулей. И мне это удобно, потому что я оперативно могу перематывать шнуры, чтобы ничего лишнего не менять. То есть я быстренько либо перемотал шнуры, либо какие-то шнуры, тут два имею, быстро поменял. Очень удобно. Только из-за этого я ее оставил. Она у меня лежит. Вот знаете как, когда нужно оперативно протестировать какой-то спиннинг, и не хочется разбирать другие снасти. Вот лежат собранные уже готовые снасти. Я беру эту катушку и совершенно спокойно тестирую какие-то спиннинги. Поехали дальше. Ну, а следующим номером нашей программы две замечательные катушки Шимана Твин Пауэр 15-го года. Это катушка С3000. Это компакт в корпусе двух с половиной тысячника, увеличенная шпуля. Это катушка 4000-ник с аббревиатурой XG. Эта катушка высокоскоростная, у нее большая передатка. И она для джига не очень хорошо подходит. Она больше. Вот эта катушка у меня используется для ловли твичингом. Почему? Потому что за счет того, что она высокоскоростная, мы ловим обычно твичингом, мы ловим сплавом. То есть лодка плывет по ветру, заброс, дерг-дерг, и нужно быстро вымотать слабину. Вот эта катушка позволяет быстро вымотать лишнюю слабину. То есть я ее 90% времени использую исключительно под твич. Здесь и шнур, соответствующий намотан. Стараюсь использовать под твич. Под джиг она как-то... Нет. Когда я вот в своей манере ловлю, когда я делаю анимацию удильником, тогда тоже я ставлю эту катушку, потому что я в этом случае катушкой просто выматываю излишек шнура. Ну, для классического джига, когда вы зажимаете снасть в плечо и проводку делаете исключительно катушкой, ну, тяжеловато ей будет, немножко тяжеловато ей ловить. А вот эта катушечка у меня используется исключительно под джиг. Под джиг разный, вплоть до таких весов, как там 30-35 грамм. Ну, тяжелее 35 грамм я не кидаю. Но обычно это веса где-то вот 25-30. Стараюсь вот этой катушкой. И меня в этой катушке устраивает все от слова совсем. И вы скажете, Валер, ну, двины это уже не бюджет. Так вот, ребята, самое главное, что мы забываем, что катушка, в отличие от спиннинга, это такая штука, как автомобиль. Она не то, чтобы ТОшится, ну, делается ТО обслуживание, но она еще и тюнингуется. Катушку можно доработать, тюнинговать, починить, поменять в ней многие какие-то штуки, там те же подшипники, там еще что-то. То есть катушка может жить довольно долго. Хорошая катушка, она может жить очень долго. И поэтому я катушки-то, ребят, на самом деле, я уже говорил об этом. Вы думаете, я такой богатый, да? Нет, ребят, я просто все эти катушки покупал слегка бушные. Я покупал у своих друзей. А вот эту катушку привезли с японского аукциона. Заказал мой приятель несколько катушек. Говорит, ох, что-то я переборщил, денег не хватает. Может, заберешь одну? Я забрал. За 15 тысяч рублей. Бери вот эту катушку. Ее посмотрели, мастер сказал, состояние идеальное, бери. Я взял. Вот она у меня уже лет 5 или 6. И я пока ее не собираюсь менять, она работает прекрасно. В прошлом году в ней поменяли подшипники там все. И все сделали, она работает все, как часы, как новая катушка. Зачем мне ее менять? А я не знаю, сколько она еще в Японии работала. Она у меня только лет 5, я же говорю. Вот эту катушку я точно так же купил у своего товарища, который ее взял, половил ей один сезон. И потом что-то деньги были нужны. Он говорит, ну, заберешь. Я говорю, заберу. За те же 15 тысяч рублей. Вот она у меня тоже года 4 уже, эта катушка. И менять я ее не собираюсь. А зачем? Ну, будут какие-то проблемы. На Шимана всегда полно запчастей. Ее всегда можно починить, тюнингнуть. И будет прекрасная катушка. Дальше будет прекрасно, можно будет ей ловить. Но это 15 тысяч рублей, ребят. А не 25, 30, 40. Правильно? Просто мы как-то не думаем об этом. Не думаем о том, что катушка – это механизм, который лечится, чинится, обслуживается, тюнингуется. Поехали дальше. Ну, дальше совсем не бюджет. Ладно. Те катушки, которые были у меня в прошлом видео. Это две вот такие замечательные Daiwa Exist. Это Daiwa Exist STIZ. Модельный ряд 2005 года. 2506. Прекрасная катушка. Тоже приехала с японского аукциона. Я ее покупал. Ну, тогда доллар был еще 30 тысяч. Я ее покупал за 20. Вот. И самое смешное. Вот за все время. Вот смотрите, я купил ее в конце 2013 года. Ну, такой подарок себе на день рождения сделал. Перед Новым годом. То есть она у меня 8 лет. 8 лет этой катушки. Я ловлю ей регулярно, постоянно. Я ловлю ей зимой. Ловлю ей весной с пристани. То есть эта катушка у меня работает. И работает много. За все время у меня сломался крепеж вот этой пластиковой детальки. Видите, я тут даже изоленточкой перемотал. Но эта катушка пришла мне с японского аукциона со всеми запасными накладками. Вот этими всеми пластиковыми накладками запасными, которые стоят на катушке. У меня они все есть. Я в любой момент могу все накладки, которые есть на этой катушке, вот эти, 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 все накладки я могу поменять на новые. То есть она пришла мне с запасным комплектом накладок. У меня вообще нет претензий к этой катушке. Вот сейчас на ней намотан шнур. Что-то типа вот 02PE, я говорил. Я вчера вот ловил рыбу. Катушка идеально работает с этим шнуром. Что мне еще от нее надо? Вот. Она у меня исключительно для легкой ловли. Что касается вот этой катушки. Что я хотел сказать. Под прошлым видео у меня был один комментарий, где человек написал, типа, ну, люди для мормышинговой ловли берут катушку типа Dival Legalis в тысячном корпусе и прекрасно этой катушкой ловят. Всего-то 5000 рублей. Да, всего 5000 рублей. Но, а где вы еще, кроме мормышинговой ловли, будете использовать тысячный Dival Legalis? Ну, нет, если вы фанат мормышинговой ловли, и вы часто ловите мормышингом, то да. А я вот, допустим, ловлю мормышингом от силы 5 раз в году. И даже вот ради 5 рыбалок купить катушку за 5000, ради 5 рыбалок в год. Вот чем хороша вот эта Dival? Вот эта Dival, в отличие от этой Dival Exist Stis, имеет нагрузку на фрикцион 7 килограмм. 7, это модель 2508. Вот коробочка от нее. И вот тут написано, нагрузка на фрикцион 7 килограмм. То есть, вот эту катушку я могу использовать как со шнурами типа 0102 PE и ловить мормышингом. Также точно я могу ее использовать со шнуром 08 PE, поставить вот, допустим, на Азур Савада до 20 и пулять 20-граммовые головы. То есть, эта катушка мне закрывает ловлю от полуграмма и до 20 грамм. То есть, эта катушка мне закрывает половину рыбалок. Половину рыбалок. Даже больше половины рыбалок, потому что я весами до 20 грамм ловлю чаще, чем весами 25-30. То есть, получается, что имея вот одну вот эту катушку, я закрываю себе 2 трети рыбалок. Была бы еще к ней запасная шпуля, вообще была бы фантастика. И эта катушка мне обошлась новой, но я уже говорил, то есть, я ее купил в декабре 2014 года, как раз когда доллар выскочил, вместо 30 стал 60, а эта катушка продолжала висеть в магазине за 28 тысяч. Со скидкой она мне обошлась в 26. Это самая дорогая катушка, которая у меня есть среди всех вот этих катушек. Самая дорогая. Дороже у меня нет катушек. Вот. А функционал у этой катушки очень большой. Я же говорю, купить надо бы еще запасную шпулю к ней, если бы найти в бюджете в каком-нибудь небольшом. Я бы вообще голову синий забивал. Так что, ребята, это катушки все слегка бэушные, кроме одной. Ну и вишенка на торте. Мое недавнее приобретение. Показывал уже в нескольких видео. Это вот такая замечательная катушка под названием «Дайва Сиртейт» модельный ряд 2004 года. Это классический Сиртейт. А в корпусе он в 2000-м. Катушка покупалась моим товарищем, старшим товарищем, в качестве запасной, потому что у него такой Сиртейт был. Он ловил им, а эту купил в запас. А потом ему подвернулась Шимана Стелла. И он на нее запал. И ловил дальше только Стелла. И эта катушка у него лежала просто в багажнике машины несколько лет. Я все хотел его как-то спросить. Ну, думаю, нужна она тебе или не нужна. А тут он мне позвонил сам и говорит, слушай, не нужна тебе катушка. Забери, говорит, что она у меня валяется. Новая катушка. И вот таким образом я стал владельцем нового, старого «Дайва Сиртейт». Классика жанра. И самый еще прикол-то в чем. Он мне подарил к этой катушке запасную шпуль. Точно такую же. Сиртейт. А второй прикол в чем? В том, что у меня уже была в коллекции запасная шпуля от катушки Сиртейт 2000. А почему она у меня была? А потому что у меня в хозяйстве есть две вот таких катушки под названием «Дайва Инфинити Кью» в 2000 корпусе. Это тот же Сиртейт. Просто разновидность. И у них вот эти шпули все с Сиртейтом взаимозаменяемы. И получается, что у меня есть две «Дайва Инфинити Кью». А они старенькие уже. Ими можно ловить. Они у меня как бы... Эта катушка гостевая, а второй вловит мой внук. Но получается, что у меня пять шпуль. Пять! То есть мне, как блогеру, крайне удобно, опять же говорю, чтобы не разбирать собранные снасти, я сюда наматываю... Вот здесь у меня намотан 0,8 PE шнур. Вот здесь у меня намотан 1,2 PE. На эту шпулю я, наверное, намотаю единичку. А та катушка можно оперативно перематывать. Кстати, очень-очень удобно. Чем больше шпуль, тем больше удобства и в перемотке шнуров, и в оперативности ловли. Поменял шпуль, кидаешь чем-то более легким. Единственный минус этих Сиртейтов старых, то, что они не очень хорошо, кстати, работают с тонкими шнурами. То есть мне вот товарищ, он сразу изначально поставил 0,6 шнур и сказал, что ему не понравилось, как он работает с 0,6, с тонкими шнурами. А мне это и не нужно. Мне нужно, чтобы эти катушки работали со шнурами основными, которыми я пользуюсь. 0,8, 1, 1,2. Шнур 1,2 PE сюда, на эту шпулю, влезает полностью ровненько, 150 метров, без всякого бекинга. Великолепно. Всё, толще я сюда ставить не буду. Эта катушка 2000-я. А 0,8 и 1, это самые ходовые у меня шнуры. Вот за сезон больше всего я ловлю шнурами 0,8 и 1. Поэтому я взял вот эту катушку, и я крайне доволен. То есть у меня теперь есть такая замечательная катушка. И тоже она мне обошлась в очень гуманные деньги. То есть, ребят, просто можно смотреть по сайтам объявлений в вашем городе. Нет никакой проблемы купить катушку, слегка БУ, проверить её у мастера, посмотреть, доработать, сделать. Мы все как-то смотрим на цены новых катушек. И думаем, о, ну да, Твин там 40 тысяч, это дорого. Да вы посмотрите, 15-го года модельного Твинов. По чём их продают? В районе 18 тысяч, по-моему, можно купить сейчас. Вот эту катушку я смотрел буквально на прошлой неделе, я смотрел на Авито. Вот такой Экзист Стис с запасной шпулей продаётся за 25 тысяч рублей. С запасной шпулей. Вот такой Стис. Как правило, эти катушки продаются в очень хорошем состоянии. Потому что их берут исключительно под очень лёгкую ловлю. Вот этой катушкой тяжелее, там, 10, по-моему, или 12 грамм я вообще никогда ни разу ничего не кидал. Вот я в основном ловлю ультралайтом, мармышингом. И изредка ставлю веса, там, 8-10, ну, 8 ставлю, 10-12, 12 это предел. Всё. 12 грамм это предел, что я ставлю на эту катушку. То есть, как правило, эти катушки продаются в очень хорошем состоянии. Поэтому говорить о том, что что-то там, ой, это очень дорого стоит, это не бюджет, это вот, я не могу себе это позволить. Я тоже не могу себе это позволить. Я тоже, как бы, не сильно много денег зарабатываю. Однако, что вот катушки у меня почему-то все в основном топчики. Как-то так. Ну, а теперь вы говорите, где вы покупаете катушки, покупаете ли вы бэушные катушки, тюнингуете ли вы свои катушки, как часто вы обслуживаете свои катушки. Потому что я, допустим, честно скажу, не каждый год обслуживаю катушки. То есть, я каждый год выбираю те катушки, которыми ловил чаще, и обслуживаю их. Остальные у меня переходят на следующий год. Ну, просто я вижу, какими катушками, какой сезон, в каком сезоне я больше ловлю. То есть, в этом сезоне больше всего я ловил, наверное, вот этим С-3000 компакт. Вот его в этом сезоне будем обслуживать. А, допустим, рорениумом я в этом сезоне практически и не ловил. Что мне его обслуживать? Пусть лежит, есть, не просит. Ну, так, может быть, чуть-чуть подмажем, там, перемажем и все. Вот и все. А за сим, как говорится, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ставьте все, что угодно, пишите то, чем вы ловите. А я пойду заниматься другими делами. Пока! Туруханская 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 Туруханская